Каждый гость вторых европейских игр должен чувствовать себя в Минске как дома. И речь идет не только об отсутствии языкового барьера в магазинах, кафе, на спорт объектах, но и о возможности добраться из пункта А в пункт Б быстро и комфортно. Поэтому серьезное обновление ждет автопарк городского транспорта. Вот такой автобус уже начал курсировать по улицам Минска. Это маршрут номер один. Он идет от Веснянки до ЖД вокзала и заметить его очень легко. В дизайне используются цвета Олимпийских колец. Официальная символика игр, слоган «Время ярких побед», стилизованные логотипы, попаратькветка, билай – все это уже на улицах города. На основных магистралях начали появляться световые короба и дорожные знаки с этой аббревиатурой, чтобы наши граждане начинали привыкать к тому смыслу, который им изложили в легенду вокруг вторых европейских игр. Большими въездными воротами для гостей Европеады станет не только аэропорт, но и железнодорожный вокзал готовятся к наплыву зарубежных гостей здесь уже сегодня. Большая работа ведется с персоналом. Кассиры и дежурные по залу пройдут экспресс-курсы английского языка. А для удобства гостей из Китая на главных указателях вокзала уже появились иероглифы. Новые эскалаторы уже установлены. Скоро можно будет оценить усовершенствованную систему кондиционирования. И не только. Здесь, на станции Минск-Пассажирский, будет проведен капитальный ремонт первой платформы. Сюда прибывают поезда международного сообщения. Минский ЖД вокзал принимает поезда из Берлина, Парижа, Варшавы, Риги, многих российских городов. Всего же в играх примет участие 50 национальных команд со всей Европы. Как сегодня показывает опыт уже чемпионата мира 2014 года, конечно же, большая масса пассажиров и болельщиков прибывает нам из Российской Федерации. Но однако, однако, ничем не уступают и близлежащие наши соседи из Прибалтики, из Польши, из Германии. Поэтому мы готовы достойно встретить всех. Европейские игры пройдутся и по дорогам Минска. К следующему году пропускная способность основных проспектов будет увеличена за счет оптимизации работы светофоров и перераспределения потоков машин по параллельным улицам. А чтобы спортсмены и официальные делегации могли быстро добраться до спортивных арен, на проспектах победителей независимости Дзержинского появятся отдельные полосы движения. Должны быть специальные схемы управления светофорами, для того, чтобы автобус, если он поехал, с его скоростью переключались светофоры. Зеленая волна специальная для игр, специальные алгоритмы сопровождения, которые улучшат жизнь как на период игр. Так что очень важно, это все останется. Еще один шаг навстречу минчанам и туристам – вай-фай в городском транспорте. До начала вторых европейских игр интернет появится в метро и автобусах. Сначала модемы установят на трех наземных маршрутах под номерами 1, 100 и 300 Э. В метро доступ в интернет будет и на платформах, и в подземных тоннелях. Первый интернет – тест пройдут станции и вестибюль Октябрьской и Купаловской. Надежда Сербиненко, Юлия Токарь, Николай Лошкевич. Европейские игры в твоем городе.